здравствуйте друзья едем на работу я в самом начале пути сейчас мы вырулим дорогу вспоминается мне день космонавтики а сегодня день космонавтики я вас всех поздравляю 12 апреля когда юрий гагарин полетел в космос мне было пять лет ну там без двух недель пять лет и не могу сказать что я что-то помню такое уже все-таки много времени прошло но это вообще было событие конечно невероятно не только на тот момент но еще и и как бы много-много-много лет после в сознании как-то людей в осознании страны и времени как-то вот так вот это это очень очень сильно было до этого дела до этого полета были спутники были собачки летали белка и стрелка вот я как сейчас помню белка их тоже знала вся страна они такие это вообще это был предмет гордости успехов это вы чё космос вот белка стрелка ходили слухи и даже называлась фамилия какого-то человека который вот ну как бы до гагарина что он как бы летал ну как-то то ли погиб в чем что-то случилось там и она не предавалась огласки я никогда об этом не слышал официально поэтому я не знаю может быть это чисто народ такой мнительный у нас что всегда чем такое скажут не могу сказать но выходить такие слухи вот гагарин он был такой очаровательный улыбчивый молодой парень такой ну просто как солнышко светил тоже его сразу все полюбили такое было время интересное у света есть старшая сестра ну покойная ныне но вот старшая сестра и она рассказывала что она 7 лет старше то есть в шестьдесят первом году ей было там что-нибудь уже лет с трудом соображать 49 года 12 лет и она училась в школе естественным дело было в киеве и вот она рассказывала что значит объявили что вот гагарин полетел и вся школа была перемена и вся школа носилась дети что-то кричали я не знаю что то им такое сказали чтобы было такое возбуждение яркое сильное детях бегали по коридору кричали и тут значит выходит из кабинета украинского языка выходит преподаватель украинского языка который естественно так с него положено он говорит по-украински по украински как как вам больше нравится не знаю как не знаю как правильно в общем и он выходит и спрашивает что трапалась ну то есть что что случилось а дети которые бегали киев вообще киев который я помню был абсолютно русскоязычным то есть сейчас это сильно меняется но в то время был абсолютно русскоязычный город и но и дети соответственно тоже они не могли так толком ну и в общем и там какой-то ребенок кричит ему человек у космосе пытаясь как бы говорить по-украински но на самом деле правильно было бы сказать людина у космосе да ты человек а человек это муж так в общем-то по-русски человека папа украинский муж но и он удивленно так разводит руками и спрашивает чей человек вот такой у нас как бы в семье вот такой такой веселый был эпизод да что у меня еще с днем космонавтики связан такой интересный эпизод вот алекс мой товарищ по институту связи а те кто нас регулярно смотрит они видели сюжеты с ним вот он там потолки натяжные вот там устанавливал и у них у нее есть вообще долгий рассказ о том как они эмигрировали там мы с ним снимали довольно много сюжетов и вот значит алекс а он еще рассказывал как он первый раз поехал в куда это было то в лас-вегас когда приехал приехал на 10 лет раньше нас вот и они с друзьями поехали в лас-вегас и он никак не мог поверить в идею так сказать вот этой буфета что ешь сколько хочешь пока не остановит у него есть очень смешной рассказ как он значит и ел пока не остановился в общем эту историю вот этот алекс он у из улетал из ссср в день космонавтики причем они же были водка не не в отказе но как-то они были в подвешенном состоянии сразу после окончания института это был 78 год где нибудь они в октябре семьдесят восьмого подали на выезд а тут вот в общем затянулась там еще начались семьдесят девятом афганистан и в общем вот так она висела разрядка кончилась она висела не ответа не привета здесь пришел рейган стал президентом значит были выборы восемьдесят первом году восемьдесят втором в январе рейган заступил на должность и под это дело как бы для ну улучшение отношений так как налаживание вот взялись и отпустили несколько тысяч человек которые вот так сидели не поймешь чего вот частности алекс был среди этих людей и 12 апреля раненько утречком они улетали я кстати на днях вот рассказывал историю там да как их так как мы их там провожали и вот значит это было как раз 12 апреля мало того в этот день были выборы какие-то местные я не помню точно что там произошло какие-то выборы и мы от нашего цкб министерства связи где мы там работали несколько человек которые пошли провожать сашу значит мы сразу из шереметьево поехали вот на этот самый избирательный участок его там выборы какие-то и до затем и вот с проводов но фактически проводы были ночью перед этим знаете вот я там я еще всю ночь фотографии делал я на проводах поздно вечером начатом на снимал потом ночью делал и вот два часа мы поспали три часа поехали в шереметьево этом эти фотки им туда принес они как раз подсохли уже в общем да тогда все это делалось таким странным способом сегодня очень странным в общем вот у меня почему-то день космонавтики связан с отъездом саши и тогда еще в то время когда мы уезжали была такая хохмочка таких много было таких но вот в частности говорили почему гагарину поставили памятник в тель-авиве как потому что он первый сказал поехали и махнул рукой ну вот как бы такие более легкие сюжеты какая была трагедия ребята когда погиб гагарин это просто это было необъяснимо это как бы ну то есть человек легенда человек который знает весь мир человек который символ страны и и все и вот как 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 допустили вот вопрос был да вот у всех был вопрос как допустили что такой человек вот он испытывал какие-то самолеты какие самолеты какие самолеты Вообще космонавты, надо сказать, становились общественными деятелями тут же Вот, например, Валентина Терешкова была первой женщиной-космонавтом И она возглавляла комитет советских женщин И, конечно, по тем временам писать какие-то жалобы или просьбы в какие-то советские инстанции Было почти безнадежным делом Но вот считалось, что комитет советских женщин эффективнее других То есть вот если Терешковой написать, то она там вот может посодействовать Ну, не суть, я не думаю, что как бы основная ее функция была в том, чтобы кому-то содействовать Но тем не менее, это как бы вот были такие разговоры и так далее Она была большим общественным деятелем И не только она То есть там были еще космонавты, которые выполняли такую важную общественную функцию Но вот как бы это была трагедия Это было что-то невероятное Я как сейчас вспомню, там слезы на глазах до сих пор накатываются Когда подумаешь об этом И городок под Смоленском, где он родился Его переименовали Гагарин Я думаю, что мы сегодня, вспоминая про Гагарина Юрия Алексеевича, про космонавтику, про 12 апреля Мы, наверное, должны пару слов сказать И почтить память тех людей, кто не вернулся из космоса Это все было тоже очень трагично И советские космонавты С ними это происходило и американские астронавты Я тоже помню вот Челленджер Я понимаю, что у нас молодые ребята, они тогда не жили И может быть даже и не слышали об этом обо всем Поэтому, ну, что тут сказать Тем не менее, тем не менее, это было небезопасным делом все И когда уже сегодня слушаешь там рассказы космонавтов О том, как все это происходило Иной раз диву даешься, что, в общем-то, не погибло больше людей То есть там была масса технических всяких аварий Когда там терялось управление, когда терялась связь Когда там полет переставал проходить в штатном режиме Когда во время посадки что-то происходило И неизвестно было, значит, там живы люди или не жили Когда живы, когда этот люк открывали То есть там много-много всякого И я-то вообще, что я об этом знаю Кроме того, что в прессе там иногда напишут Вот И у нас сейчас учится девушка Наташа Которая выросла на Байконуре И папа у нее работал на Байконуре И мама И они там лично Ну, в смысле, папа Папа знал лично практически там всех космонавтов тех времен И она сейчас на практике в компании То есть она уже работает, я извиняюсь Она прошла практику Приехала из Вашингтона Штата Вашингтон Из Сиэтла И ее муж у нас учился раньше в онлайне Ее привез учиться Вот она прошла практику И сейчас уже работу нашла Вышла По-моему, вчера у нее первый день был И вот пока она у нас тут училась Так она рассказывала про Байконур И что там стало после Там грустная на самом деле история Того, что стало после Ну, да ладно Я Я когда вспоминаю об этом, обо всем Я Я вспоминаю о том, что у нас была Большая страна, которой больше нет И Я Как вам сказать Я не могу сказать Что вот Какие злые коммунисты Значит, отняли у нас нашу страну Я думаю, что, наверное, это мы такие Никакие Что у нас можно отнять нашу страну Там Можно провести референдум о сохранении страны Где там 80% с лишним голосуют за А потом взять и разогнать Все к чертой матери Потому что В партийной номенклатуре Или там В государственной номенклатуре Захотелось больше власти Так вот и Так В тартераре И все Вот А Те из вас, кто Те из вас, кто молодые Я понимаю, что у нас очень-очень много молодых ребят Я не говорю про тех, кому там 14 или 16 Но И 20, и 25 И даже 30 Которые не застали Времени того не застали И Они Как сказать Они, может быть, не понимают нас Кто Старше на 30 лет Кто Как бы жил В стране Понимаете И При всех гадостях Которые там происходили И которые мы сегодня Как бы Обсуждаем и так далее При всем при этом Понимаете Это была наша страна И в космос мы летали И там И балет у нас был лучший в мире Вот И Как там в песне-то Человек проходит как хозяин Необъятной родины своей В общем Вот такая была Атмосфера Знаете Она, конечно, была В значительной степени Создана пропагандой И что там говорить И все такое Никто Никто не Не пытается Этого никуда деть Но вот мы выросли в этом Понимаете Вот мы выросли в этом Вот сейчас народ растет Тоже Полодой И он тоже в чем-то растет И тоже пропаганда Не то, что они растут Так сказать В мире, где нет пропаганды Но Вот мы в этом мире жили И это наш праздник Это праздник, который вот случился у меня на глазах Хоть я и маленький был И он у нас в крови То есть это как бы часть нашего сознания И Я не думаю, что там к нашим детям или внукам Это как-то перейдет То есть им Сами понимаете Они в других реалиях проживают Но Я хочу Особенно вот обращаясь к тем, кто постарше И те, кто помнит Кому Ну близко то, что я говорю Вот Я хочу Особенно их Вот с этим днем поздравить Потому что это наш праздник Вот Такие вот Такие вот слова Счастливо, ребят